Ну что, видно меня? Видно, видно. Добрый день. Христос воскрес. Воистину воскрес. Значит, такое дело. Я получил всё, что мне требуется нынче. Я свободен, могу хоть сегодня выехать. Но меня кое-что тут удерживает. Во-первых, назначена была на 10-е. Не всё понятно, как я приеду, будет у меня там работать или не будет. Компьютер. А для меня это очень важно. И ещё тут наши сёстры всё время ходят по инстанциям. Я нужно расписываться. А иначе потеряю документы, надо отсюда. Ну и ещё кое-какие тут свои делишки. Я нужен там срочно или нет? Нет. Я только мешать буду вам. Домешаться вы не будете, но срочности нет. Под ногами путать все. Ну всё тогда у меня. Если вы меня так это благословите уж, чтобы я пока здесь был до 10-го. Я рвусь туда, прямо не знаю, как охота. Но тут у меня целыми днями я сижу, а там как он будет интернет работать? Новые души много приходят, потому что откликаются. Господь трогает сердца людей. Так, ко мне что? Так, я сказал насчёт гречки и риса, а ты там про хлопья-то сразу не сказал. А теперь спрашивает Вячеслав, я говорю, ну, можно. То есть у нас всё будет. Теперь мне нужно знать, что в коробках, я не знаю, коробки вот такие вот, а в мешках нету. Рожки всё в коробках. Но они подписаны. Ну и тут надо, ОЗЭ там попросила и развести надо дать. Наложил на этом муки 12 мешков. Нам муки хватит? Не надо больше? Хватит. А то я живо. Масло растительное у нас в достатке? Да. Но муки-то можно привезти, а масло в достатке, да? Привезти что это, которое привезут? Ну, разное там такое. Так что у нас могут быть гости и далее. Некоторые прямо просятся с бородой, всё. Ну, не расположено сердце. Вот не расположено и всё. Я сразу тогда на Вячеслава отсылаю и говорю, мнение твоё как? Он, говорит, совсем не расположен. А человек прямо просится, и да я хочу поработать другой. Дальше начинаем говорить, оказывается, не один раз женатый. А если женатый несколько раз, мозги на бекрень. Он у нас в прошлом году, Анатолий-то был Тарасов, что получилось? Как он заиграл? Да выпустил, да он против начал здесь уже и в городе, говорит, и едва-едва, говорит, закрылся. Но я его так и не заблокировал, чтобы ему скидывать можно было кое-что. Он начал когда говорить, вот у меня зять, без моего разрешения женился, он как-то пришёл, я его поколотил. Зятя поколотил. Да ты что же делаешь, я говорю, да как же он тебе будет относиться-то? И меня сегодня об этом тоже спрашивают. И эта, которая Маргарита Лилия называется, трёх ребятишек крестили в прошлом году. Муж ничего не хочет делать, а её родители, деды, зовут туда. Я говорю, ты попроси его благословения мужа-то, ну ему надо, надо, пусть он один будет здесь. Он где-то там на стороне, я не знаю. Понимаешь, ты нашла молодца, люби без отца. Без отца нашла, люби молодца. Вот так. Ну и тоже с ней поговорил, вижу, тяжело ей, но выход есть. А вот отдельно купить домик, да что ты одна сделаешь с тремя ребятишками-то? Какой у тебя доход-то? Да что ты... А старики у них дом свой, они любят тебя, зовут. И сегодня тоже мне тут один, из дальней стороны тоже, и её отец никакой, лежит только на диване. Тоже пришлось давать совет. Он никакой, но для тебя он второй отец. Когда посылал дочь свою, Сару, Тавид, он говорит, и люби его родителей, это вторые твои родители. Ну это так и есть, я тёщу звал, мама там, вот так. Я говорю, вот так, попробуйте изменить это. Он на детей отрицательно влияет или, ну непонятно, ещё ответ не получил. И вот каждому дай ответ. Вот сегодня в два часа, и уже сна нету. И вот торчу тут. Ну прошло богослужение, сейчас сбегал скорее на крышу. Которая у меня голуби чёрные такие, дикари были-то. Она каждый год ни одного не вывела. Что-то у неё заклинило, видно, и он её топчет, она сидит, парит как будто бы, видимость даётся. А руку сунула, там ещё нет, пусто. Я тогда по одному яйцу с разной головы взял, это они вывелись, она на шаг не отходит. А раз не отходит, она давит их, они будут, ноги в росте, они погибшие будут. Я вечером туда опять залажу, её оттуда вытаскиваю, она руку клюёт, давит, меня бьёт. Я оттуда кирпичами закладываю вход, и до утра она их не трогает. А днём ей надо будет вылазить. Сейчас только открыл, сбегал, как она ринулась туда, проверит-то, есть или нет у неё там дети-то ещё, или уже всё. Добавки не будет, я им семечки помаленьку украшу. Вот тоже, видишь, какая забота, кому какая. А вот голубёнок, который вышел породистый, его слопали кошки у меня в субботу. Только крылочки остались. А у меня так просто не будет, это я их отучу. Отучу моих голубей, чтобы лопали. А кот-то здоровый этот, который, он туда наверх лазил, он погубил больше 20. Всех, которые ручные были голуби, всех погубил, всех сожрал. Я нашёл три столовые, где он утаскивал, где их доедал. А сейчас, думаю, вот время будет, я его голубей пощищу. Кого оставить, не знаю пока. Кажется, вчера приехала Елена и привезла творог. Я, говорит, там сама творог делаю у зять этого Андрея. Благослови его, Господь. И дает, я не беру, я говорю, у меня ни рубля нету, у меня не на что к соседям, иди там, они богатые у меня. Пускай покупают. Надежда-то. Вот так вот. Я обхожусь без этого спокойно. Сейчас пошёл на рвал репей у меня пойдёт на завтрак. Ревень, одуванчик, крапива и лук. Это всё я скрошу. Сырое ел, и желудок не потянул. Сейчас я их обвариваю. А как мыть-то? Вот так возьму, с освещённой водой, там капель пять упадёт, и всё, это промывка. И ещё, слава Богу, на ногах бегаю, всё. Три ведра стоят полной воды. Поправляюсь. Вы во фляге воду меняете, Игнать Тихонович? Флягу не трогаю даже, совсем. Нет, во фляге меняйте воду, она потом портится, там стоит, плесень покрывается. Нет, я проверяю, плесени нет никакой. Мне так удобнее я беру. Я по усею приезжаю, там такая вода плохая. Ну, хорошо. Я посмотрю. Ну, они у меня полные бёдра, я мало же ещё борю. Так. Сейчас опять этот Рустик на меня вышел, вот, ищет всю жену надо. Работает где-то рентгенологом, так-то. Ну, я сейчас скину тебе переписку с ним утром. И он всё это доказывать не такой, говорит, ты споришь? А проходит время, вы мне правду всё сказали, я такой и есть. Ну, и вот такая сегодня переписка какая была с ним. Что ты ищешь и что тебе надо, я говорю. Вот так. Я скину сейчас прям сразу вам, чтобы вы вникли туда. Не искали, что не надо. Так, я Николая спрошу. Не разочаровался ещё здесь? Мне нравится работать, мне нравится. Тут фронт работы, необъятный край. Да, вот сейчас. И всё старается успеть всё это такое. Люди приедут, когда надо думать, что делать. Говорят, есть такой вибратор плоский. Его там на глину ставят, чтобы у него как бетон когда делать, чтобы никаких каверн не было пространства. Ну, я посмотрел, а всё это электричество. А какое там электричество на прудах? Там нету его. А, электричество надо. Ну, и вот так. Ну, всё тогда у меня. Глубок ваш подружился со всеми там. Да, вон как. Ястреб теперь не залетит. Птицы хватает. Пусть открытая пока будет. Только туда проверяй, чтобы кот не залез никак. Лестницу не ставь. Даже на минуту не оставляй наклонённую. И он залезет. Ну, всё. А белый мышей ловит. Вот село не отчитался. Ну, вот я приду, это чёрное шорох наведёт. А эти, которых ты кормил, они у меня в стенках спят. Который не давался, я его глажу теперь. Чёрный. Ну, от меня много-то они не получат. Я вот наварил, вторую неделю там им даю, никак не съедят. Ну, всё, хлопцы, дорогие мои. С Богом. Сейчас я скину Рустика вам. Храни Господь. Благодарю за беседу. Спасибо.